Кнутом и пряником пытались проучить сегодня парламентарии главного педагога страны. Сначала депутаты едва ли не всей палатой раскритиковали Бахаджана Жумагулова за организацию единого национального тестирования. После, послушав ответный спич министра, благодарили его за стойкость и мужество в борьбе с околовузовской мафией. Чем были вызваны перепады в настроениях мажоресменов и за что правительственный экзаменующий получил одобрительную оценку палаты, расскажут столичные корреспонденты. Математик по образованию Бахаджан Жумагулов в свой отчет перед парламентариями начался с арифметических расчетов по ИНТ. Более трети выпускников на едином национальном тестировании не преодолели пороговый уровень. Из 6,5 тысяч претендентов на Алтенберге свои знания подтвердили немногим более полутора тысяч. И только трое выпускников из 120 тысяч экзаменующихся набрали высший балл. Несмотря на столь удручающие результаты тестирования, министр Жумагулов называет нынешнюю кампанию удачной. В парламентарии же иного мнения. Порой думаю, и что многие, наверное, здесь согласятся, какое счастье, что я уже закончила школу и не учусь в университете. Вряд ли кто-либо из нас, уже взрослых, согласился бы пройти сегодня все то, что испытывают наши дети, получая образование. Пока одни депутаты ностальгировали по советской системе проверки знаний, их коллеги возмущались нынешней. ИНТ не выявляет самого главного – уровня письменной грамотности и устной речи. Отсюда и своеобразная лексика у современной молодежи. Хотя молодежный сленг был во все времена, но сегодня наблюдается особенный расцвет. И на вопрос, как дела, можно получить ответ вата. А когда хотят сказать, что смешно, говорят – это рыч, это или кора. Вроде бы и не уголовный лексико, но и нормальным языком тоже не назовешь. Министр Жумогулов наступление депутатов принял спокойно, недолго думая, перешел на контратаку. Единичные случаи с раздеванием школьников у входа в пункты тестирования их родители раструбили по всей стране, тогда как сами порой вели себя мало сказать варварски, не стесняя себя в выражениях, заявлял главный педагог. Например, в Чемкенской области родители, родственники разбили стекла с 12 часов до 4 вечера, сидели рядом с детьми, решали задачи. И эти случаи из года в год повторяются. Шум вокруг комплексного тестирования для выпускников колледжей, по мнению министра, тоже раздули искусственно. И обвиняет он в этом ни много ни мало околовузовскую мафию, которая получает миллиардные прибыли от расплодившихся при вузах колледжей. При этом выпускники этих колледжей, со слов Жумоголова, не могут внятно написать свою биографию, продолжая учебу в тех же вузах на платной основе. После таких откровений министра депутаты, сменив гнев на милость, пожелали министру удачи в борьбе с вузовской мафией, отпустили его, предварительно одобрив отчет. Рамиль Смаилов, Нурбалат Исаев, Астана, Казахстан.